МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале ТВ5 итоговый выпуск новостей. В студии Игорь Белышев. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Неправославная любовь. Зачем в Запорожье приехал священник из Калуги? Где правда? Почему ученик одной из мелитопольских школ оказался в больнице? Самый успешный сезон «Луганская заря» представила нового титульного спонсора. Собак любят все. И даже белые медведи. День достоинства и свободы. Сегодня в Запорожье на площади героев состоялся митинг, посвященный этой дате. Мероприятие прошло возле памятного знака героям революции. В нем приняли участие более сотни запорожцев. Представители городской и областной власти, волонтеры и военные. К памятному знаку возложили цветы. Погибших во время событий на Майдане и в зоне боевых действий почтили минутой молчания. В первых уроках все сердца, которые вышли на Майдан Незалежности в Киеве, начались в уроках. И на сегодняшний день так же защищают в зоне АТО наши хлопцы. Я одно могу сказать. Это свято начало новую историю нашей державы. С одной стороны, это и радостный день, потому что мы изменили то, во что даже не могли поверить, что так случится. А с другой стороны, это та дата, которая в будущем привела к тем событиям, которые сейчас у нас на Востоке происходят. На тот момент мы уже видели тех лидеров, которые сдвинули запорожский Майдан, которые были с первого до последнего дня здесь. Вечером активисты и организаторы Евромайдана вновь собрались на митинг у здания облгосадминистрации. Несмотря на низкую температуру воздуха, присутствующих было около 300 человек. Начали они собираться в 6 часов вечера. Люди были с флагами и другой символикой. Пели песни и смотрели фильмы о событиях, которые происходили в период революции достоинства. На наших глазах менялась страна. Меня это радовало. Потому что глаза не верили, но чувствовалось, что происходит смена власти. Что злочинный режим вот-вот должен упасть. Мы надеялись, что поменяется страна, поменяется жизнь. Украина обретет независимость. Мы все жили этими надеждами. Южный фронт, борьба за мир. Они делают все, чтобы война не пришла в наши дома. Но мало кто задумывается, чего стоит украинским военным сдерживание врага. Опасность и риск здесь зашкаливают. Наша съемочная группа прочувствовала это на себе. Ночь на нуле провела Евгения Мельник. Любой источник света может выдать наше передвижение. Даже маленькая лампочка на камере. В ход идут подручные средства. Ломаете? Нет. Мы уверены, густой туман нам на руку. Но военные говорят, даже когда плохая видимость, противник часто применяет стрелковое оружие. Пристреляны не только позиции, но и дороги к ним. Если будет какая-то стопотня в сторону нас, маленько перегибаемся. Слухаем команду. Любую секунду они непредсказуемые ребята. Так что они сейчас туманчик, они сейчас простреливают. И они могут простреливать именно... Ну, попадание есть. Вероятность попасть под обстрел. Все аккуратно. Все команды надо слухать и подходить. Темно и сложно ориентироваться. Стараемся соблюдать дистанцию, при этом не отставать. Они нас ночники бачат. Поняли? Что они бьем присвоить. Чтобы ваши пятки взлетели. Все аккуратно. Сейчас я наблюдаю. Сейчас по движению ничего не наблюдаешь, потому что сейчас поднялся чуть-чуть туман. Сейчас, если туман поднимается, сейчас нужно простреливать. То есть можно по спешкам поработать. Не боя. Просто простреливают и дрожняют. Дрожняют, дрожняют и еще раз дрожняют. И покошмарят. Все в готовности. Обстановка напряженная. Сейчас накаленная обстановка. Ресурс людей додается. Постоянно наблюдается. Продвижение и количество людей додалось. Боевики. Основная сорта работает по позициям. То есть ствольная артиллерия. Минометы 120. Я же не хочу сказать за 80, потому что 80-х тут уже не существует. Работает крупнокалиберная артиллерия по наших позициям. У нас артиллерия бьет, а мы бьем в 12,7. Стрелка дня видно, откуда работают. Пока так на выходе работать. Чем может им нас выкуривать? Ну, пока что все на мази у нас держимся. Ну, все равно победа будет за нами. Не важно, кто там, не важно, кто с нами, кто рядом. Сидите, короче, давай, я вас выгоняю сюда. Заходите. Там он приходит, он был, б***ь, прям тут. Слышим разрывы. Пока еще не знаем, что произошло, но здесь становится очень опасно. Нужно переждать обстрел. Как прошла эта ночь, смотрите в спецпроекте «Донбасс сегодня». В понедельник в 19.45. Евгения Мельник, Юрий Васильченко, Александр Гоц, Александр Коровец из Донецкой области, ТВ5. Оказалось, что не шутка. Владимир Стромин родом из Днепрородного. Свой путь, как боец АТО, он начал 1 апреля 2014 года. Именно в этот день ему пришла повестка. Сегодня Владимира наградили орденом за мужество. Подробнее далее в сюжете. Владимир Стромин работает токарем на Запорожском железнорудном комбинате. С весны 2014-го нес службу в зоне проведения антитеррористической операции. Участвовал в боях за Донецкий аэропорт. Там вот в Песках, короче, и вся заваруха началась. Основной задачей было прикрытие войск в Донецком аэропорту. 14 января выдвинулись опять туда, в сторону аэропорта. Участвовал в зимних боях за Донецкий аэропорт. Повестка бойцу пришла 1 апреля. Изначально семья думала, что это розыгрыш. Однако уже на следующий день мужчина был в части в Днепре. Надежный тыл и поддержку обеспечивала жена. Не знаю, мне кажется, я это все чувствовала. Просто, допустим, когда там сильный обстрел, я звоню ему, он говорит, подожди сейчас, у нас обстрел сильный, говорит, попозже перезвоню. Ну, вот так. Ну, естественно, я ему говорила, что держались, друг друга поддерживали. Евгений и товарищ Владимира по службе. Вместе они были с первых дней призыва. Благодаря таким, как он, в принципе, на таких людях и батареей держалась. Поражало меня обычно своим спокойствием. Ну, если кто-то там нервничал, Вовчик всегда был спокоен. Зайдет такой, там стреляет. Ну, стреляет, да и ладно. Пошли чай пить. Сегодня у стен Васильевской районной администрации прошел митинг, посвященный Дню достоинства. Здесь же Владимир Стромин был награжден орденом замужества. Да, ну, вроде как спокойно так, а вот получил как-то немного орудия. Ручки задрожали, да. Юлия Пасько, Константин Грушко, ТВ5. Неправославная любовь. Запорожские активисты вывели на чистую воду очередного педофила. Мужчина, предлагавший секс детям, оказался богослужителем, приехавшим из России в гости к друзьям в Балабино. О чем беседовали активисты со священником и чем ему грозит увлечение несовершеннолетними, узнавал Станислав Печурин. Активисты запорожской организации «Охота на педофилов» вычислили очередного любителя детей. На этот раз удивились даже сами. В жизни мужчины – епископ Калужской истинно-православной церкви. В интернете – гомосексуалист-педофил. В соцсети он договорился с 14-летним мальчиком о встрече, которая должна была закончиться интимом. Но вместо несовершеннолетнего парня к служителю пришли активисты. Он договорился попить кофе. Попить кофе с кем? С человеком, который называл себя Олег, фамилию не помню, ВКонтакте. Сколько лет Олег? 14. 14 лет. Я понял. Скажи, пожалуйста, что ты ему писал в переписке? О чем? О гомосексуализме. 25-летний мужчина приехал из России в Балабино к своим коллегам-священникам и стал 77-мым разоблаченным активистами. В его телефоне были обнаружены интимные переписки и с другими подростками. Окей, я скоро приеду опять. Давай встретимся. Не, чего? Или денег нужно? Сколько? Вот тебе сколько лет? 31. Ну вот, а мне 15. 16 лет разницы. Не, ты сильно старше меня. Так не пойдет. Я заплачу. Сколько? Волонтеры всегда действуют по одной схеме. Они создают в социальной сети страницу подростка, от его имени ведут переписку и договариваются о свидании. Затем происходит задержание педофила. Заканчивается оно чистосердечным признанием, записанным на видео. Фотографию свои обнаженные зачем слал? Пьяный был. Был пьяный? Да, вчера. Я понял. Фотографии гениталий слал? Да. Я понял. Своих? Да. Ну вот доказать его вину практически невозможно, учитывая, что потерпевший по данному правонарушения отсутствует с людьми, которых разоблачили активисты группы наследия, проводят лишь разъяснительные беседы. Антон пообещал прекратить совращать малолетних и покаялся в гомосексуализме. Павел Васильев, Станислав Пичурин, ТВ5. Конфликт между учениками в Мелитопольской школе закончился госпитализацией одного из его участников. Расследованием ЧП уже занимаются местные правоохранители. Кроме того, администрация учебного заведения также проводит проверку по данному факту. Что произошло на самом деле и кто в этом виноват, попыталась узнать и Олеся Брычок. Они меня били в живот, почти в печень. И они били меня по голове. Вот у меня тут остались побои. Я упал на колени, ну получается я упал на колени, схватился за живот и начал сидеть. Мне стало плохо. Одноклассники говорят, типа, они с тобой только поздоровались, поздоровались, но на самом деле они меня побили. Этот конфликт начался на перемене во дворе Мелитопольской школы номер один. По словам мамы Богдана, били его старшеклассники и якобы из мести. Днем ранее, во время уборки школьной территории, мальчик нашел недопитую бутылку пива и пытался добросить ее до мусорной кучи. Но она не долетела и упала рядом с одноклассницей Богдана. При этом содержимое бутылки выплеснулось в лицо и на одежду девочки. Получается, облила эту девочку нечаянно. Она подошла к учителю, они разобрались. Он извинился, он сказал этой девочке, что он нечаянно. Но получилось, что она там рядом оказалась. Я не знаю, как там было. Но я не думаю, что прям намеренно он так бы делал бы. И тем более я с ним разговаривала. После избиения Богдан пошел в медпункт. Там на плохое самочувствие он якобы не жаловался. Из школы в сопровождении родителей ушел сам. Но уже через пару часов ребенок был госпитализирован в травматологическое отделение 1-й горбольницы Мелитополя. 21-го 11-го 16-го выполнялась компьютерная томография головного мозга, где исключены грубые повреждения головного мозга, диагноз его черепно-мозговая травма, стрясение головного мозга, ушибы мягкие ткани головы. В школе Богдана уже начато внутреннее расследование. Но пока, говорит директор Олег Вагис, каждая из сторон конфликта настаивает на своей правоте. При этом обидчики мальчика в школе характеризуются достаточно положительно. А вот сам Богдан находится на внутришкольном учете и уже не раз становился участником подобных конфликтов. На самом деле ситуация пока так выглядит, что одна сторона говорит, что нанесен крупный травматизм, другая сторона и показания многих свидетельств показывают, что там вообще практически была легкая потасовка, которая в течение дня бывает несколько за день. А вот мама Богдана проблемным своего ребенка не считает. Да, один раз я ходила в школу, меня вызывали. Ну, я думаю, это не одна я такая мама, которую, чтобы сильно там... Он сейчас можно сказать, что угодно. Поэтому, если бы он был какой-то проблемный, бы и занималась и милицией, я думаю... По словам директора школы, дежурный учитель, который в тот день отвечал за дисциплину во дворе, уже написал заявление об уходе. Мама Богдана обратилась с заявлением в городской отдел полиции. Искать виновных предстоит уже правоохранителям. По данному факту, следственным отделом Мелитопольского отдела полиции возбуждено уголовное производство по признакам части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины. Легкое телесное повреждение. Санкции данной статьи предусматривают как штраф, так и лишение свободы. Екатерина Данчина, Олеся Брычок, Артем Должик, Мелитополь, ТВ5. Дорога к жизни, стритфото и новое прозвище Андрея Шевченко. Это и многое другое далее в нашем выпуске. Дорога к жизни, как помогают неравнодушные запорожские школьники. Украинские шерифы, номинант на премию «Оскар» в Запорожье. Папа, мама, я. Семейный подряд не только на производстве. Полярная нежность или белый медведь в гостях у Хаски. Мы хотим жить. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в 3 воскресенья ноября отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. На митинг-реквием собрались и запорожцы. Почтить память погибших в ДТП активисты пришли под здание городского совета. Они продемонстрировали фото ужасных аварий, а также агитационные плакаты. В память о погибших зажгли свечи. Сегодня мы здесь собрались, чтобы почтить память жертв ДТП, так как в каждое 3 воскресенье ноября, согласно резолюции ООН от 2005 года, каждое воскресенье ноября признано Международным днем памяти жертв ДТП. Бессмысленно называть цифры жертв ДТП, потому что они очень огромные, с каждым годом становится все больше, так как автомобильных автомобилей и транспорта становится все больше. Контролируется это сложно. У нас есть такой плакат, на котором написаны такие три ключевых фразы. Пешеход, велосипедист, пассажир. Еще дополнительные три ключевые фразы. Они хотят жить. Мы, запорожцы, хотим жить. Дорога к жизни. Благотворительный концерт по сбору средств на лечение ученицы гимназии номер 71 Насте Кураж организовали педагоги и одноклассники девочки. Все они уверены, с помощью неравнодушных людей Настя сможет победить недуг. В конце августа 12-летней Насте Кураж медики поставили диагноз гибридный лейкоз. Девочке необходима пересадка костного мозга. Донором станет ее младший брат Максим. Но до операции надо пройти несколько курсов дорогостоящей химиотерапии. Средств у семьи нет. Помочь стараются одноклассники и преподаватели. Она очень спокойная, очень организованная и очень талантливая. Она очень хорошо рисует. Она прекрасно общается с людьми. Она очень жизнеспособная и жизнеутверждающая такая девочка. Ее все очень в классе любят и очень ждут ее возвращения обратно. Чтобы собрать средства на лечение Настей, организовали благотворительный концерт с участием двух рок-групп. Поколение Вечность и Безмэш. Его посетили более 50 человек. Собрать удалось около полутора тысяч гривен. Деньги уже перечислили в клинику Ахмадед, где сейчас находится Настя. Откликнулись участники очень положительно. Сразу хотели дать помощь напрямую девочке. И также с удовольствием согласились прийти на концерт. Я хотел бы сказать молодежи, что участвуйте, будьте активными, достигайте всего и помогайте людям вокруг. Мы должны все собраться, вся молодежь, все взрослые люди должны собраться. И всеми силами помочь детям, которые нуждаются в нашей помощи, родители которых и они сами не могут помочь пока себе. И мы должны, как граждане одной большой земли, должны помочь своим согражданам, должны помочь. Ведь мы люди и мы должны вытаскивать друг друга из каких-то неприятных и довольно плохих ситуаций. Если вы тоже хотите помочь Насте победить тяжелую болезнь, позвоните ее маме Ирине по номеру телефона, который вы видите на экране. Галина Знаменская, Юрий Васильченко, ТВ5. Еще одна площадка для активного отдыха появилась в областном центре. Спортивно-игровой комплекс установили в поселке Ливаневского. По словам местных жителей, они шли к этому очень долго. Воплощение мечты стало возможным благодаря победе в конкурсе социальных проектов «Мы – это город». На новой площадке занятия по душе найдут для себя и дети, и взрослые. Екатерина Гординская живет в поселке Ливаневского 30 лет. Говорит, раньше негде было гулять с детьми. Поэтому открытие здесь зоны отдыха – настоящий праздник. Есть такое выражение – и на нашей улице будет праздник. Вот сегодня именно тот день, когда у нас праздник. Родители давно хотели оборудовать для детей игровую зону. Участок под площадку отдал местный житель и передал землю в аренду благотворительному фонду «Лебедия». Была идея сделать детскую площадку здесь, на поселке, потому что здесь детям гулять негде. Здесь был пустырь. Хозяин этой земли, он предложил на его земле построить площадку. А средства получили благодаря участию в конкурсе социальных проектов «Мы – это город». Грант составил 100 тысяч. Мы подали свою заявку, составили проект, нарисовали, что бы мы здесь хотели. Посчитали, сколько это будет стоить, и вот выиграли конкурс. Я считаю, что это очень хороший конкурс, очень полезный. И принять участие в нем легко. Главное – правильно сделать документы, верить в свою цель, скажем так, в свою мечту. И вполне достойно можно выиграть этот конкурс. Теперь у жителей поселка есть своя зона отдыха. Здесь есть все. Детский развлекательный комплекс с горками и качелями, фигурные доски для рисования мелками, мини-футбольное поле, оно же и баскетбольное. А зимой здесь планируют сделать каток. А еще гимнастический комплекс с брусьями, рукоходом и скамьей для пресса. Ну, то есть, ребенок играется здесь, либо здесь, а родители спортом занимаются. Опять же, пропаганда здорового образа жизни, скажем так. Комбинат «Запорожсталь» всегда поддерживает идеи развития спорта и организации детского досуга. Уже четвертый конкурс социальных проектов «Мы – это город» тому подтверждение. Мы прекрасно понимаем, чтобы в спорт пришли дети, пришли будущие настоящие спортсмены, они должны сейчас, с самой юности, с самого раннего детства, в спорт любиться. Я понимаю, что здесь не только денег, здесь и желание людей, огромное и участие, и свободные руки, и главное желание, очень большое желание получили вот такой прекрасный проект. Реализацию этого проекта поддержали и коммунальные предприятия, и реадминистрация. Отремонтировали дорогу, сделали освещение, озеленили территорию и установили лавочки для отдыха. Со временем здесь будет мини-парк. А самое главное, что дети счастливы. На площадке тоже. А горки или качельки? На горки, на качелях. Горки и качелях. Мы еще ловим кироваться. У нас появились дети, и мы очень счастливы, что теперь им есть где гулять. Реальная жизнь в каждом снимке. В галерее современного искусства «Баранник» открылась выставка стрит-фотографий Максима Щербины. Для Запорожья экспозиции в этом жанре редкость. Живые кадры демонстрируют настроение людей, атмосферу городов и быт его жителей. Как правило, они не постановочные. Этим и привлекают зрителей. Стрит-фото. На них жизнь остановилась с помощью одного шелчка. Максим Щербина на персональной выставке представил 60 композиций. Их главной особенностью автор считает не постановочность, а реальность. Просто выйти на улицу, чего-то нащелкать – это не стрит-фотография. А вот где есть какой-то внутренний интересный мотив, с каким-то сюжетом. В них есть какая-то такая маленькая история внутренняя. Внутреннюю историю можно найти в каждом снимке. На них настоящие эмоции и чувства. Уличные фотографии называют также документальными. В творчестве Максима этот жанр появился, когда он начал много путешествовать. Я был весной в Америке. Причем, когда я там был, никакой идеи не было по выставке. Я просто, когда вернулся, начал больше заниматься стрит-фотографией. И понял, что там нафотографировал, в принципе, достаточное количество фотографий, которые можно показать. Большинство снимков сделаны в Сан-Франциско. Именно этот город впечатлил фотографа больше всего, вдохновив на новые поездки. Я достаточно много путешествовал в жизни, но это был такой, даже для меня, очень удивительный опыт. Потому что я такого просто не видел. Таких свободных, безумных, интересных, живых городов, где все настолько не так, как ты привык. По словам Максима, именно эта фотография рассказывает о городе как нельзя лучше. Ты можешь там делать что хочешь, вести себя как хочешь. Никто тебе ничего не скажет. Ты можешь лежать голым на асфальте. Там реально люди голыми просто ходят. И всем хорошо, и никто не против. А это первая работа автора в стиле стрит-фото. Как говорит Максим, особый смысл фото не вкладывал. Главная цель – вызвать эмоции. Фотография работает тогда, когда у зрителей фотографии возникает какая-то связь. Она отзывается, не знаю, во мне точно отзывается. Все фотографии сделаны на камеру мобильного телефона. И это одна из особенностей уличной фотографии. Окунуться в атмосферу заокеанских городов в галерее «Бараник» можно до 14 декабря. Седония Ракелян, Юрий Васильченко, ТВ5. В кинотеатре имени Довженко стартовал 13-й международный кинофестиваль «Док Юдейс Юэй». Открывал его документальный фильм «Украинский шериф» режиссера Романа Бондарчука. Именно эта картина была номинирована от Украины на премию «Оскар». Один из главных героев фильма Виктор Кривобородько к актерскому мастерству никакого отношения не имел. В прошлом работал в милиции. А последние 15 лет занимает должность инспектора сельского совета. Все началось с того, как в их село Старая Сбурьевка приехала съемочная группа готовить ролик о председателе сельсовета. После знакомства съемочная группа сопровождала шерифа Виктора Кривобородько и его напарника Владимира Рудковского на выездах. Снимали с перерывами 4 года. Мы даже не видели, что они снимали. И потом каждый день мы встречались с нами, выезжали, выезжали. Ну вот стал фильм, который до сих пор в высот. Не зря основная тема кинофестиваля звучит сквозь иллюзии. Фильм об украинских шерифах снимался в реальном времени, без сценария и постановки. Тут нет ни дублей, тут нет никаких постановочных сцен. Это все чисто, работа, мы выезжаем, они за нами снимаются, сбоку снимают. Главные герои ездят на старом автомобиле, много курят. Вот так вот, без оружия, получили сигнал и в дорогу. Чаще всего героям приходится решать бытовые проблемы. Помогают и местным жителям. Кому-то приносят дрова, кому-то продукты. Фильм уже показали в нескольких странах. На премьеру в Прагу пригласили и главных героев. Понять суть картины им помешало волнение. А вот иностранцы благодарили актеров за правду. На премьерный показ в Допорожье пришла пресс-секретарь патрульной полиции города Юлия Шеймухова. Работу своих коллег оценила на отлично. Цей фильм мне очень понравился. Саме мне его смотрела. И такие, как сказать, рейнджеры, они очень громадян, особенно в маленьких местах и местечках, нам очень помогают. То есть она про то, как люди на местном, на сельском уровне берут в хорошем понимании слово «влада» в свои руки и ответственность за свое життя в свои руки. То есть они створяют, так бы мовити, певные местные правоохранные структури, которые помогают решить проблемы совсем разного характера. После того, как документальные фильмы будут представлены в Запорожье, их покажут и в других городах области. Ольга Васильева, Александр Готтс, ТВ5. Собак любят все, и даже белые медведи. Канадский экскурсовод Дэвид Дэмьюль запечатлел на видео трогательную картину «Белый медведь гладит собаку породы хаски». Дэвид сопровождает туристов в местах, где можно встретить диких животных. Недавно он вместе с парой туристов отправился на берег Гудзонного залива. В это время года сюда часто приходят белые медведи. На этот раз туристам достался двойной приз. Они не просто видели полярного хищника, но и стали свидетелями такой нежной сцены. И это была последняя информация о выпуске. Напоминаю, все актуальные новости города и области вы всегда можете найти на нашем сайте tv5.zp.ua. В студии работал Игорь Белышев. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова